Каков смысл харинам? То есть, что он означает Харе Кришна Махамантра? Гуру Дэв, например, на ваших руках, на ваших коленях сидит ребенок. Вы его любите или нет? То есть, вы же чувствуете, что мама для него, он видит в вас, свою маму. И вы тоже любите, потому что она ваша девушка или сына? У вас сын? Кто у вас там? Девочка, мальчик? Мальчик, сын. Это сын, сын. То есть, вы же знаете, что это ваш сын, так? Ведь вы же внутренне чувствуете, что это ваш сын. Но у меня такого внутреннего чувства нет по отношению к этому мальчику. То есть, я даже не знаю, кто это, я даже вначале не понял, девочка это или мальчик. Почему? Почему? Я не знаю, но вы знаете. Кто он вам? Потому что я его мама, поэтому я знаю. Потому что я его мама. Да. Вы очень близко к своему ребенку. Именно поэтому вы относитесь к нему как к своему ребенку, как к своему сыну. Вы очень близки к нему, и поэтому вы его любите. Понимаете? И я не близок к вашему ребенку, я очень далеко от него. Но вы близки и вы его любите. Отношение с Харинам так же. Я хочу быть близок с тобой, я хочу быть очень близко к тебе. И я хочу любить тебя О, моя Свами Нирадха и твоего Кришна Пожалуйста, даруй мне эту близость с вами, с тобой Понимаете? Я не хочу любить кого-то там еще, я хочу любить тебя Я не хочу любить многих, только тебя И я люблю своего ребенка, потому что ты не дала эту любовь к нему И вот это взращивание любви и есть духовная жизнь Понимаешь? Это ясно? Очень просто Это очень просто, легко понять, это духовно Только мама может понять вот эту вот близость Татьяна, вы можете жить без своего сына? Нет Радха Мохан, Радха Кришна Вот то же самое должно прийти в ваше сердце по отношению к Радха Мохан К Радха Кришне Я мечтаю об этом Я мечтаю об этом, Городеса, я мечтаю об этом Бursа Кришне Все повторяйте «Харе Кришна». «Харе Рам». 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 Вас зовут Ананда Май Ваше духовное имя Ананда Майдас Ананда Майдас Ради, ради Ради, ради Ради Я для вас нарисовала лотос Гурдев, I made a picture for you Can I show you? Yeah Yeah, very nice Send the picture Make the picture and send to me Send to Mark Yeah, very nice, beautiful Send to me Thank you If you send Make for me And send with the Prima Maduri She is coming soon You can send me to the Prima Maduri Here in India I will try Thank you Thanks for what you are accepting Accepting for me Yeah I accept you And I accept His name is Gopal Thanks for your child I give him the name Gopal Thank you Gopal Thanks so much Yeah Pожалуйста What do you mean These names Gopal Can you explain The meaning of the names What you gave Anandamaya Popal Anandamaya Means Always in the service With the happy Of Radharani Anandamaya Anandamaya означает Так Кто всегда Счастлив В служении Матери Дхарани Gopal Means That Krishna Took the form Of Baby To play With Mama Gopal означает Что Krishna Принял образ Маленького Ребеночка Маленького Мальчика Krishna Knows everything He is the creator Of everything But he does not know The love Of the mama Krishna Krishna Be the creator Of all Knows But he does not know He does not know He does not know The love of the mama So he He desires To become Baby To feel The love Of mother And to Shuck the breast Of mother And without breastfeeding Baby cannot be a baby And also To experience The taste Of mother Of milk Without this The child Can't be a child Krishna I give all my breastfeeding To whole world I support All the creation But I don't know About the mother Love I want to experience But I don't have this I also want to experience So your Gopal Also come To give you love Krishna Come to give you love And play with you So Krishna Пришел В твою жизнь Как Gopal Чтобы дать тебе Любовь И играть с тобой So you are Anandamaya You give happiness To Krishna And you will give happiness To all in love In love Of mercy Of Rady Anandamaya Также означает Что Та, кто Дарует радость Krishna Тому, кто Поддерживает Делает счастливыми Всех остальных Да Это понятно Да Спасибо большое Я очень вам благодарна My blessing And give Dhanava To all Vaisnava Мои благословения И поклонись Всем преданным Предложения Свои Дандаваты Хорошо Спасибо большое Что приняли Меня Ваша Блина Thank you so much You accepted Us All Are Your Elder And Everyone You have To respect Нужно Уважать Всех Всем выразить Почтение And they Will All Teach You Они Все Будут Обучать Тебя Все Будут Помогать Тебе My Blessing My Blas Blessing Tебе Disrespect Anyone Пожалуйста Уважай Всех And Always Serve And Love With Service Love Всегда Находяйся В Служении Всегда Служи Любви Служи 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 Thank you My Blessing Служи 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 Disciple When he Is receiving Session He Giving Some Donation To Be Grateful To Guru Dakhshina How She Can She Session Through Prima Madhuri Because Physically Now It's Not Possible No Problem What She Want To Do But I Accept She Is My Baby She Is My Doctor I спросил Говорю Гру Дэв Может ли Она Как-то Передать Это Потому Что Сейчас По Традиции Ученик После Плачения Пашин Дэкшин 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 Какой-то Пожарить Но Сейчас Физически Это Невозможно Может Она Может Передать Через Прям Матхурик Он Говорит Да Если Она Она Может Это Сделать Но Так Иначе Я Ее Принял Она Моя Дочь Спасибо Большое Ваша Милость Не Имеет Границ Очень Вам Благодарно Спасибо Читать 23 стих Дальше Или Кто-то Хочет Что-то Сердце Выразить Чем-то Поделиться Гурудаф Может Мы Пожарим 23 В 23 Рада Говинда Рада Говинда Вы Здесь Он В Турк Вы Помните Он Он Поехали Еще Два В Поехали Он Он Поехали Ок Прям Манд buying Два Я Важно В Прям Два Прям Прям Манд Прям Прим Пока. Когда вы парни? 12. Джун, из Москвы. Какого дела? Все хорошо, все хорошо. Рады, рады. Вы можете написать вопросы, и я отвечу все. Говори, что ты можешь писать вопросы, которые у тебя есть. И если какие-то есть, и будут их переводить. Я попробую ответить. Он говорит, я отвечу на все твои вопросы, пиши. Не стесняйся, мы переведем. Спасибо большое. Рады. Сейчас. Суники, ты здесь? Рады. Рады, рады. Рады, рады. Это вторая часть, вы помните? Это было два месяца назад, когда мы читали эту статью. Так, это вторая часть. Я начну с этой статьей, а затем начну с... ...сюда мы left. О, Ради, когда я follow тебя? When you go to a twisting bower, with the slow gait of an elephant, eager for love, play. О, Радха, когда же я буду идти за тобой, когда ты идешь на место встречи медленной походкой слона, жаждущего любовной игры? Да. While I carry divine, soft sandalwood paste, perfumes, and garlands with me, and I am showing you the way. You said, you already read the whole... ...и показываю тебе дорогу. The great eagerness for love play. There is another reading possible of this verse. Радхи, you are quickly going to see Shamasundara, being eager to play games with him. When will I slowly follow you with the steps of an elephant, looking at your footprints in the ground, as I carry soft sandal paste, perfumes and garlands? Когда же я буду медленно идти за тобой, шагами слона, глядя на отпечатки твоих стоп на земле, и неся мягкую sandalовую пасту, благовоние и гирлянды? In the previous verse, Shripada prayed that he wanted to carry Shri Mati's lotus feet on her head, so that she would not hurt her feet at the pebbles and thorns on the way. В предыдущем стихе Shripada молит о том, что желает нести лотосные стопы Shri Mati на своей голове, чтобы она не поранила свои стопы, а колючки на дороге. She had also tried to make Swamini walk a little bit slower. Она, Shripada Formikinkari, также пытается немного сдержать Swamini. But how is Shri Mati able to slow down while she is so irresistibly attracted to Mohan? Can a boat without a helmsman that is carried away by the forceful waves of a river be stopped simply by saying stop, wait? Может ли лодка без лодочника не сомая высокими волнами реки быть остановлена просто окриком, постой? Swamini's body is like such an uncontrollable boat carried away by the powerful, attractive current of Shama Sundara's flute playing. Тело с вами неподобно такой неуправляемой лодке. Оно уносится прочь, сильно привлеченное течением игры на флейте Shama Sundara. Nobody is able to stop that force. И никто не способен остановить это течение. Служанка сопровождает свамени к месту встречи, потому что она несет ингредиенты для служения югала. Но, увы, увы, параферналии так тяжелы, а свамени идет так быстро, что служанка не может поддерживать ту же скорость, которая идет и свамени. Вместо этого она провожает свамени своим взглядом. Кто же теперь покажет дорогу этой служанке? Suddenly, she sees the special marks of Shemati Radhika's foot-soles. Но вдруг она замечает на земле особые символы, отпечатки, ток Shemati. Она видит отпечатки подошв в топ-шримате, такие как лучи луны, ячменное зверно, диск и так далее. И так она идет по этим следам, а волоски на ее теле стоят дымом от оксада. Когда маленький Кришна украл йогурт у пастушек, мама Яшода смогла найти его по йогуртовым следам, оставленным на полу. The people of Vraja anxiously followed Krishna's footprints until they reached the Kaliya lake, where they witnessed how he defeated the Kaliya snake. And when Radha and Krishna left the Gopis during the Rasa dance, the Gopis found them back by following their marked footprints. The practicing devotees always also remember the footmarks of the Lord to conquer the obstacles they meet on their spiritual paths, and are ultimately blessed with his direct audience in this way. Практикующие и преданные всегда помнят знаки на стопах Господа для того, чтобы избежать трудностей на пути духовного развития, и для того, чтобы стать благословленными его личным даршином. Я хочу кое-чем поделиться. Мне кажется, что мы находимся как Маджари в таком же положении в этом мире. Может быть, мы не можем видеть нашу свамину напрямую. Но мы можем видеть отпечатки ее стоп, которые являются любовью. На протяжении всей жизни мы могли замечать эти следы любви в наших жизнях. Может быть, первый след Радики – это была встреча с Бхактами, когда мы впервые с ними посещали. Или вот наша Бхакта, Ананда Майя, ее сынок. Вот эта их встреча – это тоже был определенный след любви от Радики. И если мы будем следовать по этим следам любви в нашей жизни, то мы непременно дойдем до нашей свамины. Так. So, face-to-face. Иовидим юлицом. Иовидим юлицом. Иовидим юлицом. Идя по следам Шримати, преданная, всецело преданная ей служанка, также приходит к Унжу. И так становится благословлена сладким служением Божественной Читии. Иовидим юлицом. Иовидим юлицом. Шипада пречитает. О Ширадхи, queen of the bowers, when you go to the trysting place, overcome by lusty desires, and maddened with feelings of love, walking like an elephant. О Ширадха, о царица Кунш, когда ты идешь на место свидания, охваченная, страстными желаниями, сведенная с ума своими чувствами, ты идешь подобно слону, а я следую за тобой. Я следую за тобой, неся благовония, гирлянды, сандаловую пасту и другие. И ингредиенты для служения тебе, показывая тебе дорогу и очаровывая тебя, воспевая славу Харим. Шиправдананда Сараспати says, О Ширадхи, my mistress, please, fulfill the strong desire on my mind. May I live in the kundja abode in Vrindavan. Шиправдананда Сараспати говорит, О Радхи, о моя госпожа, пожалуйста, исполни это сильное желание моего ума. Пусть я живу в обители кунж Вриндаваны. Пусть я живу в обители кунж Вриндаваны. Пусть я живу в обители кунж Вриндаваны. О Ширадхи, когда же я увижу твоего юного возлюбленного, сидящего в кроме Вриндаваны. Верево Кадамба и наблюдающего за тем, как ты пришла в уединенное место на берегу имуны, ты я буду предлагать массаж в твоей прекрасной форме, которая является самой жизнью Камаде. На уединенном месте на берегу имуны. In the spiritual revelation, Шрипада sees himself staying with Шрирадхи in Yavata as her maidservant. Комментарий. В своем духовном откровении Шрипада вновь видит себя рядом со Шрирадхой в Yavata, как ее служанку. Сейчас лето, и Шри Матя желает принять утром омывение в Yavata. Шрипада и Свамини go to a lonely bathing place on the bank of the Yavata. Without any of Shri Mati's girlfriends or other maidservants. Шрипада и Свамини идут в уединенное место для омывения на берегу имуны, без других подруг и служанок в Шримате. The maidservant's heart is enchanted by Свамини's gestures. Сердце служанки очаровано жестами Свамини. Свамини looks all around, as if she is thinking, I hope Sundara, beautiful Krishna, is not noticing where I'm going. And she is beautifying the whole environment of Vrindavan with her glance. Meanwhile, Shri Krishna is playing and milking his cows with his friends in his own about boat, Nandishvara, when he hears from a parent that Shri Rada is going out to bathe in a lonely place by the Yavata, taking only one maidservant with her. When he hears this, he tells his friends that he wants to admire the beauty of Nandishvara's garden on his own, and he goes to the place where he expects Radhika to obey. И когда Кришна услышал это, он сказал своим друзьям, что хочет полюбоваться красотой садов Nandishvara в одиночестве, а сам пошел к тому месту, где Ширадика будет принимать моления. Он забрался на ближайшее дерево к Адамбу и спрятался в его лесне. Чуть позже Радика приходит туда вместе со своей служанкой. Ее тело очень нежное, и устав от прогулки, и она садится на драгоценные ступени, ведущие в воду Ямуны. Ее прекрасное золотистое тело своим сиянием освещает все это место на берегу Ямуны. The blackish color of the Yamuna water reminds Swamini of Shiamasundara. Темные воды Ямуны напоминают память Shiamasundara. Shri Mati is overwhelmed by feelings of love for Krishna. Shri Mati чувствует большую любовь к Krishna и начинает его видеть внутри и вне себя. И настолько владевает чувства, что она начинает видеть его внутри и вне себя. Shiamasundara is admiring her sweet form, unhindered from the top of the Kadamba tree. The maid servant starts the massage. Shri Mati's beautiful body in this quiet and lonely bathing place near the Yamuna. И в этом тихом и уединенном месте для омазения на берегу Ямуны, Жанка предлагает массаж прекрасному телу Shri Mati. First she opens her braid that looks like a huge black cloud and sprinkles her hair with fragrant oil and then combs it with a jeweled comb. Сперва она распускает ее косу и ее волосы становятся похожи на черное облако. Затем она сбрызгивает их ароматным маслом и расчесывает их драгоценной расческой. Each of Swamini's hairs is dearer to her than millions of lives. After combing Swamini's hair, the loving maid servant undresses her to massage her with fragrant Narayan oil. She reveals Swamini's body, which is not even seen by omniscient Swam. Who for this purpose had to climb into the top of a Kadamma tree, который для этого взобрался на самую вершину дерева Kadamma. The maid servant knows how the touch of Shiyama hands speaks and she massages Swamini in exactly the same way. Swamini is absorbed. Swamini is absorbed. Here we can see how the service of the mature maid servant is satisfying both Swamini as she massages her like Shiyamut massage her. And also Mohan, who is looking, he thinks that she doesn't know what she knows. After the oil massage, the maid servant starts to massage Swamini with lotus pollen while Shiyama is absorbed and staring at the sweetness of her uncovered limbs from the branch of the tree. Shiyama knows what is the connection of the hand of Shiyama and she massages Swamini in exactly the same way. And Shiyama, at this time, is absorbed into the surface of the tree to place her beautiful robe. I would like to share something on that point. Actually, here we can see that this is the atmosphere of a Nivritti Nikunj. But it's a very special atmosphere. It's a very special atmosphere. Because rules are changed. Because rules are changed. Sometimes Radha Rani and Krishna are changing the rules. Sometimes Radha Rani and Krishna are changing the rules. But here we can see that Krishna changed the rule with the mandari. Do you mean the role or the rule? The rule. The role. The role and the rule. Yes. The role. So Krishna is climbing up the tree. What does this mean? He is climbing up in his taste. He wants to taste the feelings of the mandari. He wants to taste the feeling of the mandari. He wants to taste the mandari. He wants to taste the mandari. So now he is watching. So now he is watching. He wants to taste the mandari. And the mandari is taking the Narayan oil. And massaging Swamini exactly like Krishna would do. So that means Krishna is now in the rule of enjoying in the state of a mandari. In an atmosphere of Nivritti Nikunj. Wow. And because Swamini and the mandari always know exactly what will be. And Swamini and Mandari всегда знают что будет потом. Swamini is completely mad Madanakya Mahabhava is walking like an elephant. Not only in one case whenever she wants to meet her beloved no one can stop her. So why it's given the example of an elephant the walking of an elephant? Because an elephant walks is very elegant. In the same time no one can stop an elephant when he wants to go somewhere. No. In the same time no one can stop a mad elephant when he wants to go somewhere. So Swamini is already completely mad when she is going there. and that's why Mandari cannot come in the same speed. Yes. And so Mandari cannot wait because she has to carry the ingredients which are needed for the saver. Because she would like to say Swamini please go slower. a mad elephant. wants to say Swamini please don't go so fast. Who can stop this crazy plan? Wow. Right. Maybe Damodar Prabhu comment something? Oh я опьянен Гавровани этим нектаром который изливается сейчас из уст Гавровани ах я вижу эти картины это неспешное это неспешное проживание проживание событий я очень благодарен за эту неспешность за эту глубину и эту сладость Гавровани я asked Damodar Prabhu и он сказал что он очень благодарен Гавровани за эту медитацию это очень глубокая медитация как нектар для него он очень благодарен для для сладости медитации и для этой глубины я бы хотел пить еще и он хочет пить больше я не напился я еще не сошел с ума поэтому мор он не он говорит что он не не лу он не продолжай продолжай я пьяница я полностью dependент я dependент от выставки если Гурюдев выставки я могу дать другим так проложить Гурюдев что он может использовать меня для sharing his feelings actually Gauravani говорит что я полностью завишу от того что Гурюдев мне дает поэтому давайте молиться Гурюдеву чтобы он давал больше больше чтобы я что-то мог говорить гурюдеву М-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм. М-хм-хм-хм-хм-хм-хм. М-хм-хм. М-хм-хм-хм-хм-хм. М-хм-хм-хм-хм-хм. Почему же ему тогда этим не наслаждаться? Ведь это тоже должно быть и его качествами, ему должно быть доступно то же самое, что доступно ему. So, when he is climbing up in this tree, then he can meditate how he is serving our beloved Swamini in the most wonderful way. Because if he is doing it, he will be overcome by madness also, and maybe he cannot do the seva as he would like. Because as soon as he will touch Swamini, he will be overwhelmed. Yes, yes. So he cannot finish his seva. He will be useless. Yes, yes. But if he performs this seva through the mandari or kinkari, he may finish it perfectly. Because only mandari are always stable in their seva. And you know why? They have the emotional body given by our beloved Swamini, which fits 108% to that. Sorry, can you repeat the beginning, please? I had an interruption. Because they have the emotional body, which to 108% fits to this seva. Not even Krishna has this. Why? 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 Why do they not lose self-fulfillment? Because they have a special spiritual body, which to 108% fits to this seva. This is actually also what he has been told in the forest from Vishaka, in the name of Radha, when she is discussing with him why he doesn't fit to Radha. And in this point, she is saying, after all, you are a man. Sorry, I don't want to translate it wrong. Please, can you, it's Samlila? Yes. What was it? Radharani is talking with Vishaka and is instructing her. Radharani разговаривала с Vishaka, и она наставляла ее. What she should do. Что она должна делать? And they are playing in the mind the whole scene, what Vishaka will say, and what Krishna will say, what he will answer. And then you say this, and then he will say this, and then you say this, and he will say this. And in this scene, it happens. And in this scene, it's like that, that Vishaka is saying, you don't have any good qualities. Please, you are not on the same level like Swamini, you know, you are not very clean, you are not very in a good position of society. And Vishaka should have said, Krishna, you cannot compare with Swamini, you are not very clean, you are not very in a good position. And so, in this whole scene, which is very long, actually, in the end, she is saying, after all, you are a man. And she is a married woman. So, if we think about this, can you have the feelings of Radharani or a kinkari in the body of a man? Not possible. Because the body of an enjoyer is the body of an enjoyer. And even though Krishna is the highest enjoyer, still, he is an enjoyer. So, he cannot have the same feelings like a kinkari. If he is in the feeling of the enjoyer. Пока он остается в настроении наслаждающегося. So, that's why he has to climb up in the tree to take another vision. It's like another level for him. Yes, it's a higher level, a higher vision. Actually, this means it's the highest vision. And this ujvala rasa, unnat ujvala rasa, is the present of Chaitanya Mahaprabhu. Nothing more high. Wonderful, Dorvan. It was just a little beginning. So, maybe Gurudev or somebody else wants to go a little bit deeper in that meditation. Guide us. Can I ask some questions? Because for me, it's like, I don't know, it's like some new fresh idea. Because I saw that Krishna, he was climbing this tree in order to enjoy, in order to see his beloved, yes, in her beautiful rupa and to enjoy. And you reveal some new point that he's like in a seva mood. So, I'm quite astonished. So, maybe Gurudev wants to share something on that or something. Yes, Gurudev, explain. Krishna is not enjoying this time. He is in seva mood when he is looking after things like this beautiful body of his beloved. What he is feeling? I said, I always thought, that for me it's a new idea. I thought, that Krishna, he, 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 he. наслаждающегося, желая посмотреть, как ей лучше служить, как служанка служит. То есть он этим наслаждает, он за этим смотрит. То есть он не просто подглядывает за ее прекрасной формой, а что вот такое настроение для меня, это такой новый взгляд очень глубокий, то есть есть над чем подумать. Да, да. И в конце вот еще просто пока Городев не говорит, что Гауравани сказал, что это и есть вот этот символизм, что Кришна поднялся так высоко от земли на это дерево, то есть он вот это умната Удживала Растам Сва Бхакти Ширьян, что это наивысшая умната, то есть он поднялся, да, Сва Бхакти Унната Удживала Растам, Сва Бхакти Ширьян, это Манжари Бхава, то есть то, что потом Кришна и придет как Махапрабу, да, распространить это. То есть он в Кришнапиле пытался, да, это сделать, но вот как Гауравани говорит, все равно он верховный наслаждающийся, ты не можешь никак выпрыгнуть, да, из этого вот состояния. Ты можешь пытаться, но это не получится, потому что вот у тебя такая вот своя задача в этой форме, вообще Масундры в форме Мохана быть таким, и что нужно, вот, да, и он потом приходит как Гауранга для того, чтобы то, что он видел, да, тогда высоты этого дерева, чтобы потом это раздать, почувствовать это, да, раздать это. After all, we know that there is no level where Krishna could not enjoy, so he can also enjoy the level of Manjuri Bhav, after all, what would be his existence if he could not enjoy that. И мы знаем, да, что Кришна, как верховный наслаждающийся, он может наслаждаться в любой ситуации, поэтому Manjuri Bhava для него тоже источник, да, тоже наслаждение. That is his supreme. His supreme personality of God, that he want to do everything, and he want to test us. This is the beauty and appellance of Krishna. И поэтому Кришна – верховная личность Господа, потому что он хочет наслаждаться тем, это его, да, опел, великолепие. Он должен быть наиболее. И иначе, иначе, он его влияет на высоту, и он говорит, «This is the best». Я думаю, мой Кришна, истории, будет also походу И Кришна пробует разное, и он находит лучшее, и говорит, вот оно лучшее, и я очень хочу, чтобы мои, да, Кришна-бхакты, чтобы они тоже пошли этим путем. И Шила Прабхупада в Саи-бхагавад-гити 10.10, он говорит, вам сначала нужно расписаться с Кришной, да, утвердиться, согласиться с ним, да, согласиться с ним. So, Guru-Div, you say that they only follow Кришна to the cows, to herding that, but they don't follow him to this big tree, right? Yeah, big feelings, what he want to give us. That he say, I want to follow Radharani. Frame is my goal, love is my goal. You're not interested to do that? They like cowherding more. Yeah, I understand. Gaurasundara говорит, что, Guru-Div, вы говорили, да, что бакты, Кришна, они с удовольствием следуют на пастбище за Кришной, но почему они не хотят следовать туда, куда он по-настоящему зовёт их? То есть он везде показывает, что Radhika – это моё всё. Он залезает так высоко на дерево, чтобы видеть её, да, чтобы видеть эту севу, но почему бакты, Кришна, они не хотят этому следовать? Почему они только готовы с ним только по пастбищам ходить? By mercy of Radharani, Vilapu Samanjali, and Mahajans, I was relishing so much in Bhagavad-Gita, Prabhupada, you cannot be with it. So much that everything becomes crystal clear on all space under the line. There is no one. Говорит, благодаря Vilapu Samanjali, благодаря этой книге, вы не можете себе представить, насколько я теперь наслаждаюсь чтением Bhagavad-Gita. Я вижу, для меня всё стало кристально ясным, и у меня, говорит, все страницы, все подчёркнуты, потому что везде я вижу очень глубокое книжение. Дорогую книжение. Дорогую книжThere же есть компьютер об этом, и у тебяKN. Значит, ты ееfarед с вопросом. С интернетом у них тоже проблемы. Доравани? Да. Дородевы вверх. Ах, окей. Я не вижу. Ах, нет. Рейд, рейд. Крисна и тяну. Ах? Крисна. Ах! Ах, нет. Рейд, рейд. Да. Вы, alone, знаете себя. Своей личной потенцией. Воробь, у тебя микрофон не выглядит. Я понятия могу. Он сказал, что вы знаете себя через свою энергию. Рейд, true bloody жакты. И я хочу знать, что крисна, без Радия. Крисна не понимает себя, без Радия. Крисна не понимает себя, без Радия. И в Бхагаваддите Арджуна говорит Кришне, что ты не можешь познать сам себя, не воспользовавшись своей внутренней энергией. И Гурадев говорит, а как мы вообще можем подумать о том, что мы можем понять Кришну без Радики? Потому что его внутренняя энергия, Сарупа Шакса, это Радика. Кавраприичка, выключи микрофон, пожалуйста. Есть разные виды парампара. Есть йоги парампара. На всякий vivre парампара. Есть разные парампары. Майавади парампара. Почему Кришна в начале Бхагавад-гиты говорит о парампаре, зачем Он дал эту парампару, потому что парампара это мой путь, то есть как я обучаюсь куда я двигаюсь, куда я двигаюсь. По какой дороге парампара? Поэтому я сначала должен зафиксировать Иштадева и потом вот эта парампара, как дорога меня приведет к нему. Это очень важно зафиксировать Иштадева и потом обрести Гуру Дева как навигатор к своей цели. Но навигатор, Гуру, он никогда сам целью не является. Гуру Дев, may we see it as a picture in a family. There's a big house and different rooms and in every room there's another mood and every soul belongs to a special mood and that's why the connection, the парампара is chosen in which room I belong. All belong to the same family, but different moods in the family. And one room is for cows also. One room is for cows. Right? Гавровани сказал, что можно ли это сравнить с тем, что есть большой дом и в этом доме много комнат, да? И разное настроение в этих комнатах. И еще одна из комнат для коров, для истинного состояния. И еще одна из комнат для коров, для истинного состояния. Да, что-то с интернетом у Гуру Дев он опять пропал. Гуру Дев is meditating on this Bhagavad Gita 10.15 in the last days. He is very deep. What is the meaning of parampara and different connections? So he is very deep going in that 10.15. Гуру Дев в последнее время медитирует на стих из Bhagavad Gita 10.15. Он медитирует на вопрос парампары, да, очень глубоко обдумывает эту тему. Так много квалифицированных преданных. Он не поняла, что сказал. Он не поняла, что сказал. Гуру Дев века. Он не поняла, что сказал. Он не поняла, что он не поняла. И это был в конце концов. Он был в конце концов. Он не поняла. Это был в конце концов, когда я увидел. Я сказал, что вы видите, как Манжари массаживает Свамини в медитации, что именно как Кришна делает. Так что она делает как Кришна. И Свамини чувствует как Кришна делает. И Кришна делает, как вы говорите, как Манжари выглядит как Кунж. Это очень-очень красиво. Спасибо большое. Вчера вы услышали начало? Просто у меня опять интернет вылетал. Я начало не услышала, что... Просто мне переспрашивать уже не хочется. То есть он сказал, что... Ты, говорит, это где увидел? Он говорит, мне понравилось. И вот дальше самое интересное, у меня вырубился интернет опять. Вы услышали? Сори, нет. Нет, я не услышал. Нет? Ну, у меня... Да, делятся бакты, да. Гавра Сундара сказал, что мне очень понравилась твоя идея, что ты заострил вот этот момент, да, высветил его, что Кришна и Манжари, они меняются ролями, что если обычно Манжари, они находятся около Кунжи, около вот этих окошечек, да, в Кунжи самой, то теперь Кришна, он это делает сам. То есть он прячется, да, тоже сквозь эту листву, он смотрит, как совершается Сева, и что действительно Манжари настолько искусны, да, служанки, они настолько едины в сердце с Радикой, и они Кришну знают настолько хорошо, что они даже умеют прикасаться так же, как он. И от этого их Сева, она идеальна. То есть их массаж, он идеален, и Кришна сам, он смотрит, он учится этому. Вот и вот Расундара, он это повторил, и он сказал, что спасибо, что ты это высветил, да, из этого стиха, что ты это направил туда, да, внимание наше. So we may say that Krishna is unlimited, right? But in some situations he's also limited. Можно сказать, да, мы знаем, что Кришна безграничен, но в каких-то ситуациях он ограничен. Он не может учитывать, что он не может быть настроен, чтобы он не получился. То есть он не умеет провести, что он не может постигать на мандрии или даже радарами, И чем ограничен Кришна? Тем, что он не понимает, он не может прочувствовать того, что чувствует Манджария, потому что они могут чувствовать и чувство Радики, и чувство Кришны. Их обоих. Это им доступно, а ему нет. Он может видеть только... Можно сказать, что это его ограничение. Уникальная позиция Манджария такова, что они способны не терять самообладание, не терять чувств, оставаться стабильными и в то же время чувствовать и то, что чувствует Кришна, Кришна, его наслаждение. И Радики на наслаждение наслаждением Кришны. И вот их, вот это вот общее, да, их наслаждение, оно им доступно. И при этом они сохраняют себя, да, они не теряют чувства, они не впадают в безумство, потому что у них, они понимают, что им нужно совершать сэву. Вот, поэтому их позиция уникальна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 бы спели, воспривали бы славу этого. Эта линия настолько чистая, настолько светящаяся, что я даже представить себе не мог, что я попаду в такую линию и получу посвящение. Спасибо. Гурудаев, спасибо. И Нитай, спасибо. Раде. Жай Нитай, Жай Гурудаев. Жай Сираде. Жай Ващанова. Жай Ващанова. Ванна Флорин. Вот это мёд. Очень такой класс для медитации. Я вот, я не знаю, я картины вижу, когда мы читаем вместе. Я реально вижу картины потом, которые, ну как сказать, потом они опять приходят. То есть это удивительное какое-то свойство наших классов совместно. началось всё с посвящения, да, такого сладостного посвящения, с этого мёда, который течёт в сладостных уст Гурдева. А потом его сладость стала раскрываться, сладость стала раскрываться, и вот она раскрылась в такой удивительный цветок нового понимания, нового понимания игры, нового понимания себя. Это событие, это событие, духовное событие. Удивительно. Увидимся! He's saying that the first was initiation was like a nectar and then the nectar is growing and growing and growing like the flower, like blooming flower opening. And now it's like new revelations, which are really like something very genuine in the life, something very astonishing, some new, new points of view to the lila. New perspectives are open. Yes, I see, Damodar is tumbling in the elephant's gate, trying to walk behind Swamini, stumbling, running. He says, I see, Damodar is also similar to such a lion who is following Swamini. Yes, I walk through the trees, through the jungle, walk without the road, just on the call. He's saying that hearing the call of Swamini, he's like an elephant, just rushing through the jungles and through the trees and through everything, just following her call. I'm going to destroy the trees and the bushes and everything. Wonderful. I can feel you, Damodar. It's nice to feel your intoxication. It's very nice to feel. I can feel your intoxication. I can feel your intoxication. I can feel this without a translation. На квантовом уровне единства иногда бывает такое сочетание, когда ты чувствуешь человека еще до того, как он что-то сказал. Такое случается. Он сказал, что в unity он иногда чувствует, что он говорит, как он говорит, что он чувствует, потому что он чувствует unity с человеком, и он чувствует, что он чувствует, что он говорит. Мы также чувствуем ты, Дамуда. Вы говорите, как дайвер, да, на глубины, глубоководный дайвер. Меня называют нефтяником. Бурит глубоко, бурит, 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 пока нефть не найдет. А потом нефть начинает брызгать во все стороны. Друзья называют нефтяником. Он говорит, что его друзья называют нефтяником. Как сказать нефтяник? Он говорит, что его друзья называют нефтяником. Я не знаю, как это в английском, этот человек, который получает петрофель. Он идет на землю, и потом петрофель приходит, и все, как это бурит. Как это бурит. Но это петрофель не смешно. Это петрофель не смешно. Золотая, золотая, да, нефтяник. Я думаю, что в России петрофель не смешно, чем дайвинг в где-то. Я сказала, что, ну, возможно, просто для нас бурение скважин и нефти более понятны, чем какие-то глубоководные погружения в Россию. Ну да. Куда нам погружаться? Только в глубины... У нас холодные моря. Только в глубины самопостижения. Ну что, 24 минуты уже. Что тогда будем? Городаева нет? Нет его. Спасибо за вашу глубину. Спасибо за глубину, за глубокие вот эти обмена. И, пожалуйста, give me your blessings that I can dive deeper. Благословите, чтобы я мог нырнуть глубже. Нам нужны благословения в Городееву, да. Потому что они помогают нам во всех аспектах. And the main blessing is that he connected us, like, so much that we are, like, now one Sangha. Not Russian, not Russian, not Japanese, not German, but one. You can see you are here, but in the beginning it was, like, some difference, you remember? So you are supporting us, like, you are supporting us, like, and it's a blessing. Actually, you are supporting us. It's very nice, that now we are, like, really, like international Sangha. Like, we have five different Zooms, but all the international Sangha and international sharing, it's amazing, you know, how Городеев is working. Городеев как-то стал организатором конференции, я не знаю. Говинда Мухини, вот когда сегодня Городеев рассказывал, и то, что мы читали в Радараса Нидхи, слушали, у меня одна цитата крутилась сегодня постоянно, то, что сказал Шилан Ренгасам Харач. Он сказал, кто такие Манджари? Манджари — это то, что случается, то, что происходит между Радой и Кришной. Вот этот момент, когда Манджари делает массаж Шри Мати Радики, при этом она это делает с чувствами Кришны, то есть она делает так, как будто Кришна касается Радики. И она может прийти к Кришне и передать Любовь Шри Мати Радики Ему, Её послание, стать Её посланницей стопроцентной. Вот этот, она становится тем, кто их соединяет. Рады. Рад Хачаран, he's saying that during our today's meditation and reading, it was like one quote from Shila Gurudev Narayana Goswami Maharaj. It was in his mind constantly. And Shila Narayana Maharaj, he used to say that Mandjari, it is something which is happening between Radhika and Mohan. It is this Mandjari, they are connecting Radhika and Mohan, and they can touch the Radhika, they touch Radhika like Krishna is touching her. And also they can deliver the love messages to Krishna. And they are like perfect, this deliverer. Because they are doing like she's doing, without... That's very nice. Sorry. So, Doral. I just remembered that actually Nittai is for us also the deliverer of Radharani's mercy to her children and also without any delay, without any loss. The love is fully there. So, she sent her sister in this form to us, to take care of us. Thank you very much for that, that you have been able to share it with us. Nittai is also a perfect message for us, that he sends us love to Radhika. And I wanted to add that to be in this consciousness of the Mandjari as a messenger, it is very important to become like a transparent media. And I feel this word is very much known in our Sangha, transparent media. But I feel it's like a jewel that is reflecting all that comes inside. And if only Radharani's mood come inside, which are, like you explained nicely, Krishna's love to satisfy him, then there is nothing left in between. There is nothing in between. It's like a transparent personality that is just used according to their desires. And that's a very high, how do you say, level of purity. And that's how I feel that Guru-Dev is molding us, is like putting all this purity and this transparency in our heart, in our consciousness, in our whole beings, and helping us to become ready for it. Yeah. Извините, говорит, что положение Mandjari, оно очень удивительно тем, что это абсолютно прозрачная среда, как вот у нас в Санге принято говорить, что это абсолютно как вот кристалл прозрачный, чистый, который сам по себе, вот он полностью прозрачен, но он отражает и Радикину любовь к Кришне, и его любовь к ней. Поэтому их положение, оно удивительно, оно необычно. И Гуру-Дес, он нам в сердца пытается, все пытается и пытается, да, вот эту чистоту, вот эту прозрачность восприятия поместить для того, чтобы мы сами стали когда-то такой же абсолютно чистой прозрачной средой, посредником между любовным обменом Радики и Мохам. Actually, you know what is happening when a jewel has this different kind of facets. A jewel is cut and also schleifen, what is it called? So the facets are there. What actually the jewel is doing with this light? Yeah. И вы знаете, у любого кристалла есть грани, то есть он огранен, у него вот эти его части, и что происходит, когда на эти грани попадают путь? It's dividing the different kind of lights, which are in the light, right? And it's showing the facets of the light. И этот белый луч, направленный на вот этот ограненный кристалл или драгоценный камень, он начинает разделять этот спектр на разные цвета. And in this way we have also the feeling that even more light is there when you put jewels around the candle, for example. Если, например, вокруг свечи поставить такие драгоценные камни или кристаллы, то будет ощущение, что света больше. И это как кинкари вокруг вот этой свечи, которую олицетворяет Радхарани. And this is giving taste to Krishna because he can see the different aspects more clearly. И для Кришны становится более вкусным все это, потому что он видит больше света, больше этих оттенков, хазмичных оттенков. So even more taste in the Lilas. And this is actually our position. И такова наша позиция. By the mercy. The mercy of Радхарани and the mercy of Ananga-Mandari and the mercy of Guru-Mandari. That's why Поэтому кинкари так гордятся. Because they're showing clearly the aspects of Radharani. Потому что они отражают все аспекты Радхарани. Очень четко. And Radharani has so many lovely, lovely, sweet aspects. А у Радхики так много, великое множество этих очаровательных, сладких аспектов. And we can be one of this tool who shows one aspect. И мы можем тоже проявить один аспект. Thank you, Radharani. Thank you, Guru-Dev. Thank you, you, Vaishnavas. Thank you, Radharani. Thank you, Guru-Dev. Thank you very much.